Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжая начитывать книгу Владимира Марцинковского «Записки верующего». Вот так вот она выглядит. Заголовок. Предисловие. «В Боге восхвалю я Слово Его». Псалом 55, 11 стих. «Во время Великой Русской Революции, когда разгорелась борьба против религии в России, я испытал в связи со своей религиозной работой некоторые своеобразные трудности и, между прочим, был заключен в тюрьму в результате открытого свидетельства против атеизма во имя Евангелия и Иисуса Христа и пробыл за тюремной решеткой 7 месяцев и 10 дней. «Цель моего рассказа не состоит в том, чтобы кого-то либо порицать или возбуждать какие-либо политические чувства. Равно я не хотел бы кого-либо хвалить, хвалящийся хвалить Господом. Я и хочу прославить Его, царя царствующих и Господа господствующих. Ему дана всякая власть на небе и на земле. Он имеет ключи не только от тюрем, но и от ада и смерти. Его дух позволяет рабам его не только не подчиняться среде и обстоятельствам, но и господствовать над ними». Своим рассказом я хотел бы тоже дать картину из жизни нашего русского религиозного движения и показать, через какие этапы оно проходит. «Я выступаю публично с докладами и лекциями по вопросам этики и религии в духе Евангелия уже много лет. Еще с тех пор, как в 1904 году, будучи студентом, я обратился ко Христу и нашел в нем своего Спасителя и Господа. По окончании историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета я стремился проводить свои убеждения на почве педагогии, будучи учителем гимназии с 1907 по 1913 год. С 1913 года я, согласно приглашению Павла Николаевича Николаи, посвятил себя работе в христианском студенческом движении в России и выступал с лекциями соответственного содержания в университете и других высших учебных заведениях Москвы, Петрограда, Киева, Одессы, Самары. Причем обычно устраивал после этих лекций свободный обмен мнений. С начала революции моя лекционная деятельность не изменилась в своем содержании и не сократилась в объеме. Наоборот, она еще более возросла вместе с увеличением интереса к вопросам христианства, как среди интеллигенции, так и среди народа вообще. Эта духовная работа в дни антирелигиозных выступлений, естественно, привела к различным трудностям. Их-то я и хочу описать, попутно касаясь также и крупных событий, имеющие значение в духовной жизни России и бывших предметов моих непосредственных переживаний и наблюдений. Рассказ мой неизбежно будет несколько односторонен, ибо я лишь капля в безмерном русском море. Но тот, у кого острое чутье, по вкусу и запаху капли может составить себе представление о характере безбрежной русской стихии. Заголовок «Среди народа». Свои лекции я читал не только для студенчества и интеллигенции вообще, но также для рабочих и крестьян. Работа в деревнях, хождение в народ привлекали меня еще со времени студенчества. Уже с 1906 года я ходил в летнее время, а иногда и зимой, во время рождественских каникул по деревням, фабрикам и заводам в одежде простолюдинных в качестве книгоноши, священного писания с кожаной сумкой через плечо. Одним летом я странствовал в течение 20 дней по берегам Волги, пользуясь бесплатным сквозным билетом УВА, Кавказ и Меркурий. Я возил за собой на пароходе большой ящик святых книг и, прибыв к известному пункту, оставлял его на пристани, забирая с собой в пешеходное путешествие по окрестным деревням нужное количество экземпляров. Часто приходилось читать народу из Евангелия, беседовать, отвечать на вопросы. В своем родном селе я устраивал во время каникул такие открытые собрания у плетня. Сначала читал и объяснял какой-либо отрывок из священного писания, затем прочитывал в качестве дополнительной иллюстрации подходящий небольшой рассказ из русской художественной литературы. Новая эпоха русской жизни породила множество вопросов в деревне, а с ними и желание разрешить их в свете Божьей правды. Когда же в деревню стала проникать атеистическая пропаганда, интерес к религиозным беседам возрос до крайней степени. Одну из таких религиозных лекций я сейчас опишу. В начале 1918 года в большом селе Тверской губернии была назначена моя лекция на тему Евангелия и Свобода. Ее основное содержание было посвящено этическим вопросам, вызванным новым строем жизни. Революция строя и форм требует революции духа. Свободу может привести к анархии и произволу, если она дана человеку, носящему в душе эгоистические навыки и низшие инстинкты. Гражданской свободой может разумно пользоваться лишь человек нравственно обновленный. Он должен иметь новые желания, новые навыки, новые благородные понятия личности, о собственности, о долге и общественном благе. Только Евангелие раскрывает совершенно в смысле эти возвышенные идеи. И только Христос делает человека способным их осуществлять, возрождая его к новой жизни. Таковы были основные тезисы моего доклада. Лекция должна была сопровождаться музыкальным иллюстрациями, а именно пением духовных стихов в художественном исполнении Н, окончившей Московскую консерваторию. В программу входили также световые картины. Заблаговременно было сделано объявление в окрестных деревнях. В назначенный день мужички потянулись в село Хэ на подводах и пешком. Местом собрания служило просторное помещение, человек на 400. Во втором этаже народной чайной. К вечеру, когда стало смеркаться, зал был наполнен. Все стояли вплотную. Но народ все пребывал. Уже была запружена лестница. Народ толпился также внизу. В зал втиснулось, по словам хозяина, человек до тысячи. Передо мной была сплошная масса человеческих голов. Стоял пар от духоты. Доносился гомон снизу. Следовало допустить в зал лишь половину прибывших слушателей. Мой друг, ныне покойный Николай Л., стоял внизу, наблюдая за порядком. Человек он был малопрактичный и только радовался в детской простоте тому, как народ валом валит, чтобы послушать слово о Боге. Он только поглажил свою черную бородку и ласково говорил. Ступайте, родные, всем места хватит. Собрание было открыто пением. Звонкая, чистая сопрано певицы приковала внимание толпы. Она пела известный духовный стих. Ну вот я решил также поделиться, как это примерно пелось в то время, этот стих. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Потом я начал свою речь ДимаTorzok 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 Что это за собака? спросила Миша А он местный житель Не знаю И никто ее здесь не знает Она нам вместо палки послана Отвечает он смеясь Удивительно и то Что когда мы пришли к краю села Закончил свой обход То по выходе из последней избы Мы этой собаке больше не видели Смотрели во все стороны Но ее и след простыл Мы вернулись домой, удовлетворенные своим посевом. Крестьяне приветливо принимали нас и покупали Евангелие, которые для многих были новинкой. Темна наша деревня. И как жаль, что духовенство так мало пользовалось благоприятной почвой для благовествования. Впрочем, тут сказывалась природа государственной церкви. Впрочем, священник данного села откровенно признавался мне, что он не верит в совершаемую им литургию. Но ведь надо же кормиться, с кривой смешкой говорил он. Он даже пытался устроиться в одну из высших школ Москвы и для этого оставил приход. Когда поступить в школу ему не удалось. Он устроился в другой приход. Я не знаю его дальнейшей судьбы, но один подобный, служитель культа в кавычках, в годы революции отказался от религии и стал заниматься антирелигиозной пропагандой. Ему ничего не стоило переменить государственную религию на государственный атеизм. Ибо для духовного лица официальной церкви всегда есть опасность считать государство высшей религии, а значит и выше всего. Этот бывший священник в своем селе говорил, граждане, я вас прежде обманывал, никакого Бога нет. А мужички на это ему и ответили. Коли ежели ты нас прежде обманывал, так кто же тебе теперь поверит? А как немного надо было усердия, чтобы этот народ вдохновить Словом Божиим, ибо жаждет душа его Слова. Помню, как я в первый раз очутился на омвоне церкви, в стихаре. Это было 26 июня 1916 года, в этом же селе, в день Тихвинской иконы Божьей Матери, престольный день данного храма. Перед этим я видел сон. Сны отражают не только то, что было, но и то, что будет, ибо многое из того, что будет, уже произошло. И оно также может отображаться на светочувствительном, так сказать, экране нашего сознания. Вижу я, будто стою в церкви, в алтаре. Священник худой и бледный, блондин, кадит и окутывает меня густыми волнами пахучего дыма. Потом надевает на меня голубой стихарь с крестами, шитыми серебром, и говорит, помогите мне. Так мне снилось. А некоторое время спустя я оказывался в этом, только что упомянутом селе на берегу Волги. Был канун престольного праздника. Я со своим другом решил организовать продажу книг священного писания у входа в церковь. Народа ожидалось много, со всех окрестных деревень. Обратились за разрешением к священнику. Он был как раз в храме. Вдруг он обращается ко мне. А вы не могли бы завтра сказать проповедь в церкви? Я даже испугался. То есть как это? Я никогда не говорил в храме. Ничего. Наденью на вас стихарь. Да вы не бойтесь. Евангелие завтра легкое. Вот она. Он взял книгу с аналоя и открыл место, заложенное лентой. Вот. Это насчет Марфы и Марии. Богородичная. Помогите мне. А то у меня завтра много молебнов. Он уговорил меня. И я с волнением готовился к своей первой проповеди. На другой день я стоял в алтаре, одетый в стихарь. И когда священник ходил в алтаре, обращаясь ко мне, я мгновенно вспомнил сон. Все было точно, как тогда во сне. И священник бледный, и худой блондин, и волны кадильного дыма, и голубой стихарь на мне, и даже слова, которые он мне сказал накануне, помогите мне. Пропели отче наш, потом запричастный стих. Я вышел из алтаря нам вон. Передо мной стояло море голов. Храм вообще был огромный, построенный помещиками еще во времена крепостного права. Говорилось легко и свободно. И потому, что внешний резонанс в этом храме отличный. А еще более потому, что ощущался внутренний духовный резонанс в русской душе. Которая никогда не бывает так открыта, как в минуту религиозного воодушевления. А что особенного я говорил? Я лишь иллюстрировал небольшим жизненным опытом отрывок из Священного Писания. Но втеснялась в душу простые слова Евангелия о том, кто, будучи Сыном Божиим, пришел в дом обыкновенных грешных людей. О Марфе и о Марии, которая сидела у ног Христа, с жаждой внимая божественному учению. Я говорил минут сорок. Когда кончил, неподвижно стоявшие люди стали истово осенять себя крестным знамением. После литургии я пошел в лес. Радость слияния с народом в едином духовном экстазе наполняла душу. О, как возгорелась тогда жажда отдать всю жизнь служению Словом этому народу! Перед этой пробоводью мне открылась из Евангелия слова, которые так меня вдохновили. Хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. 1 Тимофея 3 глава 13 стих. Только бы иметь смирение, без которого служение приведет не к дерзновению, а к дерзости. Как-то летом, перед посевом озимых хлебов, крестьяне из разных деревень просили священника служить молебен в поле. Прислали за ним лошадь. Не имея псаломщика, священник пригласил меня с собой для чтения апостола. Мы ездили с села в село. На поле за околицей, под синим небом, священник облачался в ризу и служил. Потом освящал зерно, приготовленное для посева. Мужики и бабы усердно молились, крестились и низко кланялись. Как глубоко трогает это внесение религии в подлинную, природную жизнь земли. С церковным пением сливается щебетание жаворонка. Ласково шевелит волосы на голове полевой ветерок. И травы, и деревья клонятся перед своим творцом. Я читал положенную на этот случай главу из послания к евреям. Читал по-русски, чтобы было понятнее. В некоторых селах я говорил крестьянам слово о трех условиях урожая. Молитва, любовь, труд. В ближайшее воскресенье после обедни подошел ко мне один из крестьян и с таинственным видом спросил. Что это за новое еврейское Евангелие вы читали на молебне? Вы все поминали евреев? Некоторые очень даже смущались. Зимой 1918 года по 1919 год я жил некоторое время в одном селе, Самарской губернии. Расскажу об одном курьезном случае, свидетельствующем о наших народных воззрениях. С целью отдохнуть я, между прочим, прибегал к так называемому лежанию на воздухе. Хозяева мои приспособили для этой цели крылечко у верхней части сеновала. Здесь я лежал, укутанный овчинами, и вдыхал живительный морозный воздух. Иногда я оставался в таком положении до сумерек. Крестьяне никогда такого способа лечения не видели, и я привлекал их любопытство. Тем более, что место, на котором я лежал, было видно с улицы через калитку ворот. Молова обо мне по селу пошла уже с тех пор, как я сказал в церкви за обедней проповедь, с разрешением местного священника. Говорил, между прочим, против распространенной в то время выделки самогона. Через самогон русский человек сам себя в ад гонит, говорил я для большей понятности. Однажды хозяйская дочь, студентка, передает мне, что обо мне ходят разные слухи. В мороз спит на дворе, по ночам на звезды Богу молится, словом, человек необыкновенный. Они вас за святого принимают. И вот просятся некоторые поговорить с вами о своих без вести пропавших родных. Сегодня я позволю им прийти. Вы ничего не имеете против? Они тут ожидают. Я согласился побеседовать с этими людьми. Входит баба, крестится на образа, низко кланяется. Мы, родимый, слыхали, будто вы все наскрой знаете. Душа у меня болит о сыне. Уж который год ни слуху, ни духу. Пропал, значит, без вести. Вот я и не знаю, за здравию ли молиться или за упокой. Я сказал ей, что слухи обо мне, как об ясновидце, совершенно не основательны. Но не желая отпустить эту женщину без слова утешения, я взял Евангелие и прочел несколько стихов, которые тогда открылись. Сказал ей, что судьбу сына надо поручить Богу в молитве. Жив ли он или нет? Баба благодарила и хотела даже что-то уплатить в награду за мои труды. Потом пришли еще двое, кажется, муж и жена. Эти спрашивали о священном писании. И опять был хороший повод, пользуясь их простодушным доверием, поговорить о жизни на основании Слова Божия. «Передайте и прочим», – сказал я в заключении, – что я ничего не предсказываю, но о Боге поговорить со всяким рад на основании Слова Божия. Здесь проявилась, хотя и не по адресу, типичная жажда русского человека – видеть живых носителей Божьей правды. Отсюда столь близкий русскому сердцу курт святых, странников, еродивых, хождение за советом к людям духовного опыта и готовность полного дания себя в их руководство, так называемое старчество. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Слава тебе!